Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Мы говорим уже о пятилетнем периоде наблюдения в отношении безрецидивной выживаемости, и, в принципе, комбинация брафомиоконгибиторов в лице инкарофениба и бенемтиниба подтверждает свою большую эффективность, практически полтора года достигает безрецидивная выживаемость, и длительность эффекта, тоже достигающая полутора лет, объективный ответ высокий именно при использовании комбинации. Он также, скажем так, подтверждает место данного сочетания препаратов в арсенале таргетных. То есть у нас, получается, сейчас имеется три примерно равноценных режима таргетной терапии. Пятилетняя выживаемость тоже мы видим практически три года пациента медиана выживаемости, общая выживаемость пациентов, получающая комбинацию, значительно превышающая аналогичные показатели для монотерапии. И здесь, конечно же, имеет смысл вспомнить о одной из таких первоначальных, наверное, наиболее нам таких знакомых комбинаций, кобиметиниба и виморофениба. Тоже мы знаем уже данные четырехлетней и пятилетней выживаемости. И вот эти выходы на плато сроков жизни пациента, то есть более трети пациентов переживают пятилетний рубеж, в принципе, это еще раз подтверждение такой высокой эффективности таргетной терапии. Но, с другой стороны, мы знаем, что таргетная терапия при очень высокой частоте объективных ответов, она, к сожалению, всегда, как и при любых других видах таргетной терапии, этот эффект конечен. И полтора, ну, максимум два года длительность эффекта, к сожалению, в дальнейшем эти эффекты исчерпываются и больной прогрессирует. И, конечно же, вот эти вот комбинирования, попытки комбинирования таргетной терапии с методами иммунного воздействия на иммунную систему на применение ингибиторов иммуноточных контроля, они, конечно же, напрашивались. И ряд работ был проведен. Но я позволю себе остановиться на том исследовании, которое позволило зарегистрировать комбинацию, такую тройную комбинацию, уже в клинической практике, как за рубежом, так и в Российской Федерации. Здесь речь идет о комбинации брафомек ингибиторов кубиметиниба и веморофениба с ингибитором ПДЛ с атезолизумабом. Есть, конечно же, предпосылки с точки зрения биологии, поскольку применение таргетных препаратов обеспечивает приток иммунных клеток в опухоли, повышает количество антигенов, связанных с меланомой. То есть, в принципе, можно ожидать, и в данном исследовании это подтверждено, определенный синергизм, усиление действия каждой группы препарата. И, в принципе, дизайн исследования стандартен для рандомизированного исследования. Это слепое плацебо-контролируемое исследование, в котором все пациенты на входе получают комбинацию таргетных препаратов, и в дальнейшем происходит процесс рандомизации. И часть пациентов получает атезолизумаб, часть пациентов получает плацебо, и все продолжают таргетную терапию. Ну, определенная коррекция дозы таргетных препаратов, конечно же, подразумевается. Большое исследование по количеству пациентов, более 500, разумеется, рандомизация, стратификация пациентов по уровню ЛДГ, прежде всего, то, что нам интересно в нашей клинической практике. И критерии включения, в принципе, стандартные. Это нерезектабельная меланома 3-й и 4-й стадии, безусловно, позитивный статус в генобераф, отсутствие активных или нелеченных метастазов в головном мозге, и наличие, отсутствие, вернее, других злокачественных образований в активной форме. И, разумеется, отсутствие предшествующей лекарственной терапии. И мы видим, что при подведении итогов, данные были представлены весной прошлого года, мы видим, что первичная конечная точка, это выживаемость без прогрессирования, как раз вот та необходимость максимального отсрочивания прогрессирования пациентов на эффективном лечении, она была достигнута именно при использовании тройной комбинации. Мы видим, что пациенты, получавшие комбинацию атизолизумаба и таргетных препаратов, выживаемость без прогрессирования медиана составила 15 месяцев, практически на 5 месяцев превысив аналогичный показатель в группе только таргетной терапии. Преимущество это отмечалось во всех подгруппах пациентов, вне зависимости от уровня ЛТГ, вне зависимости от пола, от количества пораженных органов, то есть выигрыш практически большинство пациентов имели. Но если мы посмотрим общее число объективных ответов, то она, конечно, была реализована в основном таргетными препаратами, которые были, как я уже напомню, одинаковые в обеих группах, и они были закономерно высоки, но и одинаковые в обеих группах. Но длительность ответа в группе больных, у которых лечение было усилено иммунным препаратом, она была выше. 21 месяц медиана длительности ответа, практически в два раза превышающая показатель таргетной терапии. Общая выживаемость, эти данные, они, конечно, пока еще недостаточно зрелые, подведение итогов через два года наблюдения, но такая тенденция к некоторому увеличению показателей сроков и общей выживаемости пациентов тоже прослеживается. Поэтому данная комбинация, конечно же, она чрезвычайно интересна, и, в принципе, на основании данных этого исследования закономерно данная комбинация была зарегистрирована и в МИЛИ, в FDA была зарегистрирована, и в Российской Федерации летом прошлого года была также зарегистрирована в качестве первой линии у пациентов, имеющих мутацию в генебираф и не получавших ранней лекарственной терапии. Ну и кому из пациентов мы будем выбирать подобный режим лечения? Это, безусловно, наличие мутации, это удовлетворительное общее состояние пациента, повышенный или нормальный уровень ЛТГ, наличие большой опухолевой нагрузки с поражением таких серьезных органов, жизненно важных органов, печени и так далее. И у пациентов, в которых имеется высокая скорость прогрессирования и напрашивается необходимость быстрого получения эффекта и длительного сохранения эффекта на терапии. То есть, безусловно, место данной комбинации, может быть, ожидаемая токсичность чуть выше, чем при использовании только таргетных препаратов. Но, в принципе, по нашему даже опыту такого выраженного нарастания токсичности не отмечается. И, конечно, очень интересный вопрос, ответ на который был представлен уже на АСКО 2001 года, это может ли данная комбинация предупреждать или уменьшать риск возникновения поражения головного мозга. И, в частности, в данном исследовании был проведен поданализ по оценке как раз-таки наличия, развития поражения головного мозга у пациентов, у которых изначально отсутствовали метастазы в центральной нервной системе. И оказалось, что добавление отезолизумаба к таргетным препаратам уменьшает риск появления метастазов в головном мозге, уменьшаются риски примерно на 21%, и кумулятивная частота возникновения поражения головного мозга также меньше. Мы видим, что через год, например, только у 15% больных, получавших комбинацию трех препаратов, реализовались изменения в головном мозге, и у каждого пятого пациента, получавшего только таргетную терапию. Поэтому эффективность данной комбинации и в таком серьезном аспекте, как реализация поражения головного мозга, она тоже присутствует. Ну и другие исследования, которые были представлены также на АСКО этого года, это тоже такое подведение уже длительного периода наблюдения 6,5 лет иммунотерапии, больных меланомой, ранее не получавших лечения, комбинация эпилюмаба и неволумаба по сравнению с неволумабом или с эпилюмабом. Исследование также мы помним, что оно инициировано давно, но здесь интерес его в том, что мы уже видим все больше и больше сроки наблюдения, в частности, уже 6,5 лет. И при подведении итогов мы видим сохранение такой, ну, без прецедента, наверное, частоты медиана общей выживаемости у больных, получавших комбинацию, только через 7 лет практически наблюдения, через 6,5 лет, 7 лет наблюдения, только тогда половина пациентов погибли. То есть, в принципе, переживание практически 7-летнего рубежа для больных, имеющих диссимированный процесс, она, конечно же, весьма убедительная. Ну, и преимущество комбинации по сравнению с монотерапией, как неволумабом, так и, безусловно, пилюмабом, она также прослеживается на данных графиках. Безусловно, подтверждается большая эффективность у пациентов с отсутствием поражения печени. Мы видим, что кривые больных, не имевших поражения печени, кривые выживаемости, они выше для всех вариантов лечения. И очень, конечно же, важный аспект, который постоянно обращают внимание, о потребности в последующей линии терапии у больных, получавших или комбинированную иммунотерапию, или монотерапию, неволумабом и пилюмабом. Мы видим, что период без лечения для больных, которые завершили комбинированную терапию, он превышает практически 2 года. То есть пациенты, завершившие лечение, медиана, длительность которого составила примерно 3,5 месяца, то есть, в принципе, длительность лечения не очень высока. И она в основном укладывается как раз в сроки лечения эпилюмабом и несколько введений неволумаба. То есть для подгрупп монотерапии неволумаба, например, почти 9 месяцев лечения, для комбинации медиана меньше 4 месяцев. Но длительность отсутствия какого-то дальнейшего лечения у этих пациентов, получавших комбинацию, она очень высока, больше 2 лет, как я уже говорила. Поэтому, да, конечно, лечение достаточно агрессивное, может быть, более токсичное, но его эффект подтверждает свою глубину и свою стойкость этого эффекта. Также интересные данные были представлены на АСКО этого года в подведении очередных уже более длительных периодов наблюдения за больными, которые получали или монотерапию неволумабом, или комбинацию неволумаба и эпилюмаба при наличии поражения как раз-таки головного мозга. В частности, больные, которые имели бессимптомное поражение головного мозга и не имели предшествующей лучевой терапии на головной мозг, получали комбинированное лечение. И две другие когорты больных, бессимптомные, получали неволумабом. И предлеченные пациенты или больные с поражением лептомегиальных метастазов или симптомной метастазы получали только монотерапию неволумабом. Здесь также подведены итоги уже пятилетнего периода наблюдения. Также, конечно же, больший выигрыш имеют пациенты, получившие комбинацию и не имевшие каких-либо симптомов поражения головного мозга. Тоже беспрецедентные, конечно же, сроки жизни пациентов. Половина пациентов с поражением головного мозга переживает пятилетний рубеж. И несколько хуже эти показатели, но они, опять же, весьма представительны. Например, больные, которые получали неволумаб, пять лет каждый третий пациент переживает. Это те пациенты, которые ранее жили не более чем 3-4 месяца. Поэтому, конечно же, иммунотерапия работает и при поражении центральной нервной системы, и весьма убедительно. Ну и такие уже перспективные исследования, которые, наверное, действительно уже в скором времени будут включаться в нашу рутинную практику. Это уже комбинация различных ингибиторов иммуноточек контроля. В частности, такого условно нового для нас, нового как для клиницистов. В принципе, этот препарат уже изучается в клинических исследованиях. Это комбинация ралатлимаба, препарата, который является ингибитором ЛАК-3. Тоже определенная контрольная точка иммунного ответа, которая вместе с ПД-1 является такими компонентами, подавляющими иммунный ответ. Если мы блокируем уже не только ПД-1, но и ЛАК-3, то, конечно же, синергетическое действие иммунных препаратов тоже должно реализовываться в клинической практике. В частности, исследование, которое было представлено в этом году, исследование Relativity, комбинация неволумаба и ралатлимаба, оно подтверждает увеличение эффективности, в частности, выживаемости без прогрессирования практически больше, чем даже в два раза при использовании комбинированного ингибирования иммуноточек контроля по сравнению с ингибированием только с помощью неволумаба. Поэтому данное исследование еще продолжается. Будут, конечно же, оценены и другие точки, и общая выживаемость. Но, в принципе, потенциал данного исследования тоже присутствует. И, как бы ни были эффективны режимы первой линии терапии, мы, к сожалению, понимаем, что часть больных или первично резистентна, как таргетной терапией, так и иммунотерапией. Часть больных имеет какую-то реализацию эффекта и в дальнейшем прогрессирует. Поэтому, конечно же, методы последующей терапии тоже изучаются. В частности, очень интересная комбинация пембролизумаба и ленвотениба, мультитаргетного агента низкомолекулярного ингибитора теразинкиназ, у больных, как раз-таки получавших ранее иммунотерапию, или первично резистентных, или прогрессировавших в течение 12 недель после завершения терапии иммуноингибиторами иммуноточек контроля. Комбинация пембролизумаба и ленвотениба, которая, в принципе, активно изучается и при других злокачественных новообразованиях, как мы знаем. Ну и в данном исследовании, исследование второй фазы, пока еще такое исследование раннее, но тоже подтверждает и высокую частоту объективных ответов у каждого пятого пациента, объективный ответ, контроль над заболеванием больше, чем у 60% больных, и, в принципе, прогрессирование только у третьих больных, это, в принципе, у интенсивно привлеченных больных, это определенные показатели. Если мы посмотрим на уменьшение размеров опухоли на фоне лечения, то, как видим, большинство пациентов все-таки реагирует в плане именно уменьшения, в рамках ли стабилизации, или в рамках ли частичного, или полного ответа, но большинство пациентов все-таки реагирует путем именно уменьшения опухолевых очагов. И кривые медианы выживаемости без прогрессирования и общие выживаемости тоже выглядят очень неплохо. В частности, медиана общей выживаемости у предлеченных больных, получавших данную комбинацию, достигает 14 месяцев. То есть потенциал этой комбинации высок и у больных меланомой кожи. Это основные моменты, которые я постаралась осветить в данной презентации. Благодарю за внимание. Продолжение следует...